Олег, что случилось? Как вот произошла эта авария? 6 января мы загружали наших роботов на стенд. И у нас всего 7 роботов, 6 из них мы уже закатили, а последнего не знали, потому что там остался один Даниил, ему было сложно через ступеньку одному его передвинуть, он остался подождать, пока кто-нибудь вернется. И поэтому робот оказался на дороге. Через некоторое время мы обнаружили, что автомобиль Тесла едет рядом и робота ударяет. Робот падает по касательной, такой достаточно скользкий удар, но достаточно сильный. Скорость была приличная. Через 50 метров после ТТП водитель остановился, подошел к нам и объяснил следующее, что вот он ехал за рулем и пытался переключить беспилотный режим. Он думал, что машина сама объедет, а зачем же ей сенсоры? А она не объехала. И ребята, извините, я не хотел, я думал, что будет все хорошо. Мы сначала расстроились, но потом подумали и решили, что мы сейчас не будем заявления в полицию писать. Нам вообще не до этого, у нас очень важная выставка, много придет СМИ, людей, 6 роботов все-таки есть. Ладно, как-нибудь потом восстановим. Закатили робота в павильон, смотрим, а там у него пауэрпорт и уже все. Если его не восстановить, он не включается. То есть робот умер? Ну, по факту, да. Возможно, нам получится его оживить. Но для этого чуть времени можно. И я думаю, что он оживет. А был шанс сбежать контакта? Или это виноват водитель Тесла? Мне кажется, конечно, уже был у него шанс. Но он, я не знаю, чем руководствовался, но мы не стали нагнетать, потому что мы сами не хотим проблем. Робот на улице, то есть это, и наше вино тоже. Мы решили лучше не лезть, не до этого нам сейчас не портить себе настроение, а другим окружающим время на полицию не тратить. Вот, и, значит, затем, произошло происшествие, и Данил говорит, я пошел во внутрь, потому что мне холодно. Вот, и остался я ждать, и подъезжает полиция. Подъезжает полиция, оказывается, кто-то позвонил в полицию и заявил, значит, что толпа людей, мне кажется, что был car accident, и, ну, приедьте, проверьте. Приехала очень странная машина, но темнее проблесковые маячки выдали, что это полиция. Я сначала не думаю, что за белая тачка. Окей. Вот, и вышла полицейская, говорит, ребят, что произошло? Я говорю, да ничего, все хорошо. Я шел, робот упал. Она говорит, ты уверен? Я говорю, конечно же, да. А точно не было ДТП? Я говорю, да нет, не было ДТП. Точно? Да. Ну ладно, говорит, тогда да, я с роботом фотографируюсь. Мне иначе коллеги не поверят, потому что я приехал на вызов ДТП робота. Вот, а вам, ребята, молодцы, вы крутые. Давайте, удачи вам. И вот так вот мы, значит, все произошло. Если интересно, я могу сейчас показать. Он у нас стоит на сборках, там, пауэр бедный. А что он умел делать? Значит, у нас было всего, значит, 7 роботов. Из них вот этот робот для... Да, для QR-кодов это... Для ритейла. Для ритейла. Этот робот для консьержа. То есть он может считывать лицо и выдавать карту должности. Тот робот для Data Analytics. То есть он может считывать лица и давать аналитику. Тот робот, он может принимать платеж. И два робота для Entertainment Industries. Они танцуют просто. Каждый час они танцуют. У нас все вокруг груза становятся. И вот этот красавчик должен быть третьим среди Boys Band of Robots. Но у него, к сожалению, что-то пошло не так. Но мы верим, мы его восстановим.